Здравствуйте, уважаемый Василий Юрьевич! Здравствуйте, уважаемые коллеги, издательский дом «Аргументы и факты». Рад приветствовать Вас у себя в гостях. Мы очень рады, что Вы до нас добрались, давно Вас ждем. И у нас такая неформальная встреча сегодня, не протокольная, не заорганизованная. Поэтому, пожалуй, если можно, начнем сразу же с вопросов, чтобы время не тянуть. Коллеги, мы ограничены пятью-десятью минутами. Давайте часом. Давайте часом, с удовольствием. С удовольствием, часом. Нам нужно уложиться в это время в связи с графиком Василия Юрьевича. С открытием сегодня чемпионата мира, с днем донора и со всеми праздниками. И с днем моего вступления в должность губернатора 14-го июня. Восьмилетия. Восьмилетия. Мы Вас поздравляем. И спасибо, что в этот день нашли возможность провести часть его вместе с нами. Спасибо, Василий Юрьевич. Ну и начнем сразу же с вопросов, наверное. Пожалуйста, прошу, коллеги. Давайте я начну. Да. Я буду называть имена и должности, чтобы сориентировать Василия Юрьевича. Денис Николаевич Халаимов, директор по развитию цифрового направления и новым медиа. Пожалуйста, Денис. Да, собственно, сегодня стартует чемпионат мира. Наверное, главное спортивное событие для России за последние 4 года. Ну и, собственно, хотелось немножко спуститься на оригинальную тематику, спросить, что было сделано в Ростове для успешного проведения Мундиаля. Как повлияло это уже на область, как повлияет это в будущем в целом? Спасибо. Ну, на самом деле, сразу скажу, что, наверное, не будь чемпионатом, мы бы такого не смогли в такие сроки сделать, совершенно очевидно. Некоторые планы у нас были, и из того, что мы сделали в планах на тот период, правда, всего лишь строчкой без денег был, например, аэропорт. Его названия не было, места этого не было. Было 3 площадки на выбор. Ну, в итоге встретились с специалистами-авиаторами и аргументированно поговорили, почему. Одна из площадок была Батайск, город-спутник, по сути дела, города Ростова. Но когда посмотрели, например, один из факторов, глиссады, также над городами, населенными пунктами, и Ростов, и Батайск, и Азов, все рядом. Поэтому в итоге появилась Грушевская станица и, как говорят, аэропорт в Чистомполе. Заново. Общая сумма вложений во все, что было сделано, например, к этому периоду, можно говорить, к чемпионату, по моим оценкам, составила более 90 миллиардов рублей, из которых самым значимым является аэропорт, порядка 47, стадион, там до 20 миллиардов рублей, и, конечно, дорожно-транспортная инфраструктура, которая за собой тянет еще и некоторые вопросы, которые мы еще и не посчитали. Ну, мы точно знаем, сколько мы потратили денег на приобретение автобусов, трамваев, модернизацию, практически модернизацию или реконструкцию нашего главного железнодорожного вокзала. Ровно 6 лет назад вы, проезжая по Ростову, по Ворошиловскому мосту, ехали бы по двухполосному мосту, как и по Оксайскому, кстати. Это два моста, между которыми стадион. Сегодня это 6 полос, было 20 тысяч, пропускная способность сегодня 80 тысяч. Южный подъезд к Ростову, совершенно другой вид, это новые развязки, впервые построенные в Ростовской области, там трехуровневые развязки. Это часть проекта, который будет еще дальше реализовываться до Батайска. Вот. Продолжали северный обход Ростова, это часть будущего кольца вокруг Ростова, и эта работа шла до чемпионата, и будет продолжаться после, потому что наша задача делать в итоге кольцо. Значит, транспортные, две дороги к аэропорту, и, кстати, тоже еще не закончили мы уже в этом году. Рассчитываю, что в сентябре месяце мы 15 с лишним километров от аэропорта до северного обхода Ростова продолжим делать, потому что проект сделан на четыре полосы, но финансовая возможность того периода позволила нам реализовать две полосы, частично четыре, частично две, там две дороги, одна от М4 до аэропорта, другая от аэропорта до северного обхода. Так что к осени 2019 года будет четыре полосы в одну и в другую сторону, мы будем продолжать, мы не будем останавливаться. Значит, таким образом, я выделяю отдельно, потому что транспортная инфраструктура реально позволила нам разгрузить вот эту часть города, которая сопряжена с центральной частью города, а мосты, а мы их построили или реконструировали, не ремонтировали, пять. Пять мостов. Тимирницкий, Ворошиловский два и Оксайский два. Это создает, вот я сегодня, например, улица Левобережная, если бы мы ехали по ней там пару лет назад, мы бы ехали тоже в две полосы, и очень некомфортно было бы. Сегодня это практически с учетом закрытия части города на фан-зону, например, это резервная дорога получилась, люди туда едут. Значит, кроме этого, модернизировали заметно медицинскую инфраструктуру, пополнив новым транспортом. Ну, например, одна из тем, которая иногда звучала по городу Ростова, безнадзорное животное, да, мы построили новый комплекс, точнее, первую очередь этого комплекса, на 174 вольера, по 4 собачки в каждом, плюс 700 к 300, которые были. И это еще не законченная работа, она частично решает задачу, мы ее будем дальше двигаться. Думаю, что отдельная тема, это, конечно, город, его дороги, 350 фасадов, тоже не законченная работа, я посчитал нужным сохранить финансирование и во второй половине этого года, примерно по 36 фасадам. Эту работу будем продолжать. Новая инфраструктура, новая маршрутизация, которая появилась в городе и в агломерации Большой Ростов. Отдельная тема, это, я бы сказал, динамика развития нашей туристической отрасли, потому что сегодня можно уже в заметном количестве регионов в 8, как минимум, территориях области приехать и получить полную информацию о возможностях людей, приезжающих в Ростовскую область, побывать в исторических, культурных, природных местах. Значит, есть вопрос, который, мне кажется, заслужит отдельного внимания, это состояние левобережной части Ростова. Это тоже, между прочим, не совсем было связано с чемпионатом, но тем не менее, если вы приехали на левый берег всего лишь год назад, вы уже шли в любой ресторанчик, а их там почти 12 километров ресторанов, вы пришли и не заметили, и не знали, что там, например, не было канализации. Сегодня она там есть. Это не было связано с чемпионатом в рамках Годы экологии. Дополнительным пунктом мы построили там канализацию, примерно 11 километров. Сегодня увидели, что у тех, кто там занимается бизнесом, базой отдыха, рестораны, кафе, спортивные комплексы, появилось желание развиваться. А там просто воду подвозили, что ли? Нет, локальные какие-то были, знаете, использовались, что можно. Ну и рядом брикадон, как вы понимаете. Сегодня эта вот проблемка решена, и песня «Левый берег Дона», которая всем нравится, сегодня можно смело петь, что там на самом деле хорошо, на самом деле комфортно. Так что мы тоже здесь, создавая это наследие чемпионата, создали условия для будущего развития и этой части. И вообще, если говорить о левобережной части, доминантной которой стал новый стадион, то появилась возможность его очень активно развивать. Помимо того, что мы хотим там иметь мощную спортивную рекреационную зону, мы уже задумались о новом микрорайоне в этой части. Но по новым подходам, с учетом новых требований, качества жилья, это, обратите внимание, центр города на правой бережной стороне, и там сосредоточение всего, да? А здесь природа, вода, новый грибной канал, по сути, который мы в декабре прошлого года закончили реконструировать, и уже сегодня проводится соревнование развития этой зоны вокруг грибного канала и самой зоны пристадионной, которая мы сегодня рассматриваем возможность там сразу после чемпионата не останавливаться, двигаться дальше, построить несколько спортивных комплексов, дворцов спорта, развлекательные учреждения, значит, выставочный центр, концерты, конгресс-холл хотим построить. Вот эти планы у нас сегодня существуют в этой части. Когда аэропорт перешел в новое здание, в новое место, то появилась новая площадка, которую потенциально вы не найдете, мне кажется, ни в одном городе-миллионник, и не только России, может быть, в итоге построена под микрорайон в районе 100 тысяч жителей. При этом по нормам сегодняшнего дня это может быть 150, но мы договорились, что мы опускаем высотность, 25% территории будем использовать для рекреационных зон и зон отдыха, зеленых зон и так далее. Это проект, который оценивается по очень предварительным расчетам, примерно до 200 миллиардов рублей. Его освоение 20 лет. Быстрее его не построишь. И там, знаете, в поле фантазии громадное, можно будет заниматься этим делом, мы этим уже занимаемся. Реально, мы работаем с известными мировыми архитекторами, хотим там построить то, что мы сегодня сейчас называем уже новым Ростол, так же, как и зона стадиона, которая уже состоялась. Василий Юрьевич, скажите, а вы вот, это все инфраструктура, это замечательно, что потом ей можно будет пользоваться, а вы страстный болельщик, за кого вы болеете? Да, наше. Это понятно, что за наше. Может, у вас любимая команда есть на Чехове? Ну, есть, конечно, Ростов. Другую команду у меня теперь нет. Да и, собственно говоря, всегда Ростов мне нравился. Всегда? Потому что я помню, очень хорошо помню, как за него болели, болел мой отец и шахтеры. Помню точно, как мы когда-то, в 70-е годы... Ростов-Сильмаш? Нет, Ростов-Сильмаш, это позже. Да, СКА, когда Олег Копаев, Виктор Понедельник, Иванов и так далее, и так далее, играли. Я помню, как это было, когда за 200 километров шахтеры собирались, приезжали сюда, значит, поболеть за команду, а потом в парке в каком-то там пивко попивали. А сами мяч отгоняете, нет? Сейчас нет, сейчас... Нет, сейчас нет, это совершенно точно, но очень любил это дело, всегда, до момента переезда в Ростов. Да, пожалуйста, это бы... Сейчас в теннис, сейчас в теннис. Продолжаю играть. В теннис, да? Большой. В теннис, окажем. Владимир Сергеевич Шушкин, заместитель главного редактора. Пожалуйста, Володь. Пока далеко не ушли от темы инфраструктуры, а каковы планы по загрузке, что аэропорта нового, да, что стадиона? То есть, понятно, инфраструктура останется, да, вся дорожная разведка останется, а объекты как-то? Вы знаете, потенциально мы считали, несомненно, самыми разными структурами потенциальные возможности аэропортового комплекса платов. Сейчас это 5 миллионов потенциально, в этом году мы точно перейдем 3. Ну, понятно, чемпионат нам поможет, но мы в конце, в прошлом году имели 2,770. То есть, мы подошли к 3. А с учетом развития внутренних перевозок, и мы сегодня поддерживаем, субсидируем перевозки, 12 новых городов появилось, и Казань, и Уфа, и север России, и южные наши города, и Волгоград, и Астрахань. Да, у Астрахани там 700-800 километров, до Волгограда меньше, мы через Москву, ну, или автомобили, конечно, 800 километров, недалеко. Сегодня эта динамика видна. А потенциальная возможность, которую нам когда-то посчитала Львганзе, 12 миллионов, если в этом месте появится хаб. Потому что место расположения, пересечения многих дорог из Азии, из Европы, позволяет действительно это рассчитывать. Созданная инфраструктура сегодня гарантированно обеспечивает нам на 5 миллионов, у нас летно-посадочные 3600, типа самолетов практически все, но там отведенная земля, уже под вторую полосу, она в наличии, то есть она есть там. Это не, как говорят, теперь построить уже не новую полосу, а просто верхнее покрытие. Далее, ну вот при всех делах мы понимаем, что сегодня для многих наших, при хорошей организации, для наших соседей, и мы это обратили внимание, сегодня с юга России некоторые к нам приезжают, чтобы полететь из аэропорта, из южной части страны, сегодня это точно. Но нам нужно восстанавливать то, что мы имели какое-то время назад. Мы летали не менее, чем в 40 рейсов было за пределы страны до определенного времени. Сейчас их там порядка, наверное, 18, но мы добавляем тоже. Я думаю, что, кстати, и чемпионат нам поможет. Просто возможности его, другие качества. Он абсолютно современный, я думаю, что, возможно, самый современный среди региональных аэропортов. Это точно надо увидеть и его сегодняшние возможности просто сумасшедшие. Поэтому в этом смысле он имеет совершенно точно потенциал в развитии. Одна история. Вторая история, конечно, стадион. Наследие, которое нам нужно реализовать. Это, может быть, даже сейчас тема, которая для нас стала наиболее актуальной. Наличие хорошей команды, условия, возможность дополнительного привлечения туда детей. И вот мною практически решение принято. И сейчас идет его отработка. Мы на матче нашей уже российской лиги сразу после чемпионата введем такое правило, что дети до 13 лет со взрослым родителем будут приходить бесплатно. Будем звать мальчишек, девчонок туда, и я думаю, что они со временем со своими детьми туда же будут ходить. Ну, кроме этого, это же не только футбол, да? Поэтому задача создать в нынешнем комплексе максимальное количество вещей, которые позволили туда приглашать людей от музея спорта до других развлечений, возможно, и ресторанов, возможно, какие-то еще... Потому что само по себе место, оно для этого и создано. Поэтому эта тема очень актуальна. Мне кажется, она зависит в том числе от того, насколько быстро стадион он станет региональным. Я точку зрения высказывал, что считаю, что промежуток не должен быть длинным. И он же максимально быстро вписывает в региональную составляющую для того, чтобы его включать. Конечно, тема содержания существует, и по всей вероятности первое время без федерации нам будет сложновато, потому что оценивается от 250 до 300 миллионов содержание этого комплекса. Ну, над этим я эту позицию высказал. Считаю, что она верная. И в этом заинтересованы, мне кажется, все регионы. А арендные условия? А арендные условия для клуба какие-то хорошие льготные будут по стадиону? Ну, конечно, да. Конечно, да. Мы должны здесь... Почему клуб заинтересован, кстати? Они ведь уже считают возможные заработки от того, что они будут продавать хайпоксы эти... У нас хорошее было посещаемое. Это действительно. Он маленький, да. Да, он был... Нет, нет, больше 16. 16? 15-900. Кто такой? Да, конечно. Конечно, сегодняшний стадион 45. Ну, там говорят о том, что там 10 тысяч скресел будут снимать. Я позицию свою высказал и считаю, что их не нужно трогать. Для города на миллионника, миллион 100, плюс город агломерация почти 2 миллиона. При хорошей организации предстоит поучиться, конечно, но, тем не менее, возможность его использования и... Ну, построили, куда мы эти 10 тысяч скресел денем. Ну, если только как зим будем использовать, в случае выхода из строя и остальных. В городе уже появилось ощущение праздника? У нас вот на Никольской в Сомбреро много людей, Мексика, Аргентина, а на Тверской другие разные интересные люди. Знаете, я бы сказал, не в городе, даже в области. В области даже? Да. Если сегодня поездить по области, то можно за 200-250 километров увидеть оформленные под чемпионат парки, скверы, мячи футбольные, растяжки какие-то. Вы зрители приехали, болельщики? Приехали, приехали, уже вот я только что с министром экономики, который у меня отвечает за гостиничную составляющую, я говорю, есть, есть, они в основной части едут самостоятельно. Я поинтересовался, как едут, например, представители, там, некоторых из наших команд, болельщики, интересовался, как задействована гостиничная инфраструктура. И есть такое ощущение, что значительная часть может не воспользоваться определенной частью гостиниц. Ну, например, в Саудовскую Аравию в Болельщике приезжают, наняли 20 автобусов, их встречают в аэропорту, они приезжают в центр города, там проводят какое-то время, может быть, в фан-зону зайдут, может быть, просто погуляют, может быть, зайдут какие-то рестораны, и потом побывают на матче и фактически сразу решают. То есть, гостиницами не воспользуются. Такая, и в Галичане в Москву также. Да, уже такая информация появилась. У нас не волнует первый матч, там, кажется, хорошая загрузка, мы уже понимаем, что это будет притягательный матч. Одна восьмая, кажется, тоже. А вот промежуток сейчас мы оцениваем. Хотя, билеты купили, и мы понимаем, что стадион будет заполнен. А будете от них какой-то фидбэк собирать, что понравилось, что не понравилось, по итогам? Знаете, я думаю, что да, потому что у нас несколько мест, которые мы назвали центрами гостеприимства. Есть центральный центр, такой, в центре города, где можно получить любую информацию, услуги гидов, переводчиков, если нужно, и так далее, и так далее. Ну, например, в аэропорту, перед аэропортовым комплексом, прямо вот на выходе 100 метров от входа в центральной части, уже с сегодняшнего дня начала работать площадка, где можно будет посмотреть матчи на улице, там два экрана установлены большие для этого места, посидеть у воды, там красивые фонтаны и такие водные комплексы, покушать раков, значит, пообщаться с казаками и с казачками, маленькими, послушать выступления коллектива. То есть, вот это зоны, где они будут точно совершенно находиться, плюс фонтзона, конечно, и так далее. Ну, и другие места, наши комплексы в радиусе, там, не знаю, 30-40 километров от Ростова можно побывать в течение дня в нескольких местах. И в Азове 20 минут от стадиона, и в Старочеркасске полчаса от Ростова, и в Новочеркасске 25 километров от Ростова. Все это очень быстро. Мы сейчас на все это дело отрабатываем, должны даже уже с учетом первого матча попробовать реализовать эти вещи. Поэтому будем активно интересоваться. Спасибо. Спасибо. Давайте к другим темам, коллеги. Пожалуйста, прошу вас, представьтесь, пожалуйста. Спокойно, Алексей, заместитель и редактор отдела экономики. Ну, я, собственно, просто продолжаю тему аэропорта, если честно. А кроме жилого комплекса, какая-то экономическая активность новая там будет развиваться? На старом, на территории старого аэропорта. А в районе Платова? Да. Ну, что касается старого аэропорта, вообще задача-то не построить жилой микрорайон. Я иногда говорю... А жилой будет на месте старого? Старого. А как он будет называться? Я предложил жителям города его назвать, уже там десяток названий обознатели, и авиатор, и шолохов, и так далее. Нет окончательного решения по этому поводу. Но, знаете, задача-то построить живой микрорайон. Есть такое правило освоения новых территорий, как зеленая марка. основной его принцип это автомобиль не пересекается с человеком. Ребенок, вышедший из дома, должен в школу прийти и не пересекая улицы. Есть еще такие места? Вот здесь мы хотим такое создавать. А работать где люди будут? Там же и будут работать. Новые производства какие-то будут создавать? Производства не знаю, но коммерческая составляющая будет приличная. Даже я не скрою, я задумался над размещением комплекса зданий правительственных. Смотрите, такая интересная вещь. 134 здания в Ростове, которые имеют отношение к правительству, органам исполненной власти. И в эти 134 здания приезжают каждый день тысячи автомобилей. И они баражируют из одного в другое в третье. Значит, и все это нагрузка на дорожную сеть города Ростова. Это на выходе, это не на окраине Ростова, ну, в общем, недалеко, но возможность выхода на М4, на север области, на юг области, выйти из вот этого зоны скопления автомобилей, совершенно другая. При правильной организации инфраструктуры дорожной, социальной, это место может быть правильно организован. Поэтому мы ни в коем случае не должны по старой схеме площади квадратный метр строить. Мы должны строить кофорт. Вот это задача, которая перед нами стоит. Что касается старого аэропорта, пока это уже имеет название, мы его называем Аэрополис, но некоторые принципы его освоения закладываем сразу. Например, не перегружать дороги или примыкания к дорогам. потому что как только тот или иной комплекс находится рядом с дорогой, значит, дорога становится уже. Задача сделать так, чтобы здесь появились стоянки непосредственно перед дорогой. Размещение там новых крупных достаточно комплексов, некоторые из которых уже функционируют. Последним был Марс, завод по производству питания для животных, он будет развиваться. Сейчас они производят мокрые корма, будут производить сухие корма, начиная от рыбок, заканчивая питанием для лошадей. Значит, раз. Только что заложили с французами логистический центр Femlogistik, французы, подписав в Питере соглашение. Это крупный складской комплекс, там по первой категории, там по самой высшей марке. Затем распределительный центр, значит, планируем строить, один из семи, по-моему, центров в России, объем инвестиций, там 19,2 миллиарда рублей, который здесь будет располагаться удобно. Центр логистический комплекс Почты России, 3,7 миллиарда рублей, это добавит до 60 самолетов в месяц в аэропорт, Почта России перевозит свои грузы. Значит, есть несколько предложений, ну, я, например, рассчитываю, что в следующем году начнем строить гостиничный комплекс, аэропортовый комплекс. Рассматриваем вопрос, и это одно из предложений, которое поступило, но еще и до конца не проработано, делать там, значит, некий выставочный комплекс. Это уже второе предложение, помимо новой части Ростова на левом берегу, здесь изучаем эту тему. Ну, и так, выверенно проверяем заявки, потому что, я уверен, на эту зону будущего развития, мы просчитывали, что там потенциально должно быть создано не менее 19 тысяч рабочих мест в этой зоне, с учетом развития. Это хорошая новая зона для развития Ростова или в этой части. Плюс, я бы сказал, постоянная работа над корректировкой транспортного сообщения с аэропортом. Много говорят о том, что там что-то транспорт, послушайте, нет такой проблемы сегодня. Человеку свойственно нравится то, что все рядом. Ему хотелось бы, чтобы он встал и через 5 минут был в аэропорту. И казалось, что в Ростове это так. Но в Ростове это так для тех, кто живет в северной части, на севере, с северо-востоке. Это было так. А для тех, кто живет в северном микрорайоне, в Левенцовке, для них добраться оттуда через Ростов это примерно час. А сегодня из северного микрорайона нужно выехать на северный обход, проехать по северному обходу до новой дороги и ты уже в аэропорту. Ну или и другая вещь, когда ростовчане на первом этапе особенно говорили, ну вот раньше рядом было, казалось бы, что рядом. Слушайте, а город Таганрог 340 тысяч, а город Новочеркас 200 тысяч, а город Шахты 220 тысяч, а город Новошахтин 110 тысяч, а шахтерские территории еще 500 тысяч. И им для них всех этот аэропорт стал ближе. Они все с другой стороны к нему подбирают, едут. Значит, поэтому вот это все, мы сейчас работаем с Северокалкасской железной дорогой для того, чтобы добавить еще одну станцию тогда и со стороны Новочеркасской, совсем короткое расстояние, там примерно 10-12 километров, можно будет доехать с той части, люди приехали, сели на автобус, либо с электрички зашли, либо оттуда, мы уже организовали движение, и даже из этих городов автобусное сообщение многие скорректировали про то, чтобы проехать мимо аэропорта. Таким образом, те, кто едут в аэропорт, имеют возможность этим транспортом туда добраться. Поэтому, вот, в совокупности, количество людей, для которых аэропорт стал ближе, больше, чем тех, для которых он стал налагодарше. Но это не было самым главным при определении места его расположения. Дело в том, что самым главным было безопасность. Мы не имели возможности удлинять полосу. Значит, Ростов, аэропорт Ростов-на-Дону был самым, был чемпионом по количеству выкатываний самолетов. В течение года их было 3-5. Не хватало линий. Они выкатывались, прям, каждый раз, вот мне сообщили, аккумулет выкатился. На 50 метров сколько? Людей выстрелили, часа полтора он будет на месте и так далее. Поэтому проблема безопасности была, мне кажется, приоритетная, когда определялась. Да, собственно говоря, 30 километров до аэропорта при нормальной организации транспортного сообщения это же ничего. Это даже комфортно. Мне кажется, что подготовка к отпуску иногда бывает приятнее, чем сам отпуск. Как ожидание нового года. отпуск быстро пролетает и начинается сожаление. А подготовка это движение в сторону аэропорта, ожидание вылета и так далее. Поэтому вот преимущество его, ну я не говорю о комфорте, я не говорю о качестве обслуживания, надеюсь, что будем тоже добавлять здесь, оно очевидно с течением времени будет возрастать. Скажите, а в самом Ростове что вы делаете для того, чтобы жителям было удобнее добираться из одного конца города в другой? Например, строительство метро планируется? Ну вот, история строительства метро заключается в одном. Известно, что в 70-е годы Ростов проиграл одно из уральских городов. Ну, причины, говорят такие, что один из руководителей был как раз Екатеринбург. Значит, то решение такое было. Ну, история уже этим слагательных не имеет. Поэтому мы сейчас вступаем в актив, вступили в активную фазу модернизации транспортной системы. Я внимательно изучал, кстати, опыт Москвы. Мы встречались здесь, общались, значит, с мэром. И когда я спросил, Сергей Семенович, вот результат работы встречались там с Нулиным, общались на эту тему тоже. Я услышал одну вещь, которая для Ростова тоже актуальна. Количество работ по ремонту улиц и строительству новых развязок не решает задачи транспортного обеспечения, если не обеспечена синхронизация всех видов транспорта и их взаимодействия. Москва пошла по этому пути, и я убежден, он абсолютно верный. Поэтому строительство метро в том виде, в котором оно планировалось начиная с 70-х годов в Ростове, не решает задачу. Тем более, там планировалось строительство метро глубокого залегания. Во-первых, это очень дорого по ценам четырехлетней давности 125 миллиардов рублей, из которых 70 в первую очередь, остальное вторая. А вот новая версия метро, комбинированная метро и какое-то, может быть, иное, это актуально для Ростова. Поэтому, не случайно, весной этого года я сказал, что мы возвращаемся к теме метро. Но вместе с корректировкой схемы транспортного обслуживания жителей города мы начали активно развивать городскую электричку. Она у нас есть, и вот, если на ней сегодня проехать, абсолютно комфортный транспорт, полностью обновленные все электрички. Мы, кстати, в этом году 100% обновим 12 до чемпионата мира и 6 после чемпионата до конца года 18 пар электричек полностью обновленные, сколько у нас работает сегодня на территории области. А для этого нужно создавать перехватывающие парковки, комфортное движение автотранспорта, там, пример, две новые станции построили, приезжаю на станцию, там, в очередной раз проезжал, а сколько отсюда до микрорайона? Километр. Автобус не ходит. И таким образом 65 миллионов рублей, которые в ней уложили, бесполезно получилось. Ну нет, она увеличивается, геометрическая прогрессия растет. Но вот, когда вот этот комплекс мы будем создавать и создаем сейчас уже, оставил машину, где-то чай попил, где-то комфортно дошел к посвященной территории. Поэтому мы поменяли хорошо транспорт, у нас практически 100% поменяли трамваи тверские наши теперь ходят по улицам города. Но это заметно, внешне смотрится, но пиковые нагрузки бывают, и мы видим, что пробочки там и 9 баллов проскакивают и так далее. И потом застройка Ростова очень специфическая, особенно в старой части города. Это одноэтажный Ростов. И там далеко не всегда можно очень быстро справиться. хотя уже сейчас модернизация некоторых улиц прошла, идет. Вот сейчас насчет пожара. Вспомни, старая часть, борьба-то идет за эти самые метры, гектары. Была версия, что даже подожгли это самое. Как идет расследование и что там дальше за землей это будет? Ну, первое, расследование продолжается, работает карманистическая группа, проводится самая разная экспертиза. Вообще 150 свидетелей выступают по этому делу, рассматриваются две версии халат, населемышленный поджог. То есть за год еще не определили, да? Нет, за год нет выводов. Еще 500 свидетелей опрошены за это время, работа продолжается, достаточно регулярно и информированно об этой работе. Но, мне кажется, сегодня уже это, наверное, расследование должно быть завершено, и выводы из этого предстоит сделать. Акцент в итоге мы сделали все-таки на решение вопросов для тех людей, которые оказались жертвами, пострадавшими от этого пожара. Что в итоге, что на сегодняшний день? Первое, всего 199 семей, 437 человек обратилось за помощью по поводу жилья. На сегодняшний день 125 семей жилье получили. В микрорайонах других или на том же месте? Нет, они сами выбирали. Для понимания, вот если бы не некоторые решения на федеральном уровне, может быть, вы помните, была встреча с Владимиром Владимировичем, я обратился с просьбой, учитывая масштабность этого пожара, использовать некие другие подходы к поддержке людей. И он меня поддержал в этом. В итоге мы с Минфином отработали. Все, кто имел отношение к этому микрорайону или к этой части города, стали потенциальными получателями жилья, а мы на уровне области приняли два решения. Первое решение по областным нормам. В общем, всем людям мы выделяем социальное жилье. Это означает, что если вы семьей из 10 человек жили на площади 18 квадратных метров, такие примеры у нас там есть, мать с отцом, ребенок, их сын с женой и ребенком, их дочь с мужем, мы три семьи. Эти люди получили три квартиры. Первые получают 33 квадратных метра, следующие по 18. Мы приняли решение, у нас норма в стране 36,6 десятых квадратных метров, а в Ростове 46. 36,6 тысячи рублей за квадратный метр, а в Ростове 46. Мы 36 на уровне области, Ростов добавил 10 тысяч рублей. Таким образом, вы выбирали себе жилье из расчета 46 тысяч квадратный метр, за который заплатила область федерация и город частично. 125 из 199 семей. 40 это значит уже имеют жилье. То есть они не просто пришли с договором с какой-то компанией или с человеком, они имели право кстати и на вторичном рынке. Где хотят. И выбор за ними. Только они выбирали место. Никто им не предлагал. мы сказали выбирайте сами. А на этой земле что будет? Сейчас я закончу эту часть. 45 или 46 на вчерашний день, они могут меняться на две семьи, уже выбрали жилье и принесли заявление с просьбой оплатить его. Это означает просто процесс оплаты. Сразу оплата происходит. 26 семей судятся. Что такое судятся? Это значит что у них есть второе жилье. Они должны доказать что это не второе жилье. Ну это процесс. Процесс который значит таким образом да и кстати по срокам завершения предоставления заявлений или заключения договоров на приобретение 1 августа все до одного кто имеет право придут и принесут документ на то что он жилье себе подобрал. Я поставил задачу на специфическую но тем не менее попробовать уложиться в один год. Что с этой землей будет? На этой земле не будет строиться многоэтажного жилья. Это не обсуждается. Мы не рассматриваем эту тему. В августе месяце Дума должна рассмотреть генеральный план. Городская Дума. Ну администрация городская генеральный план. В одной части это социальный объект скорее всего детский сад будет. Это площадь до одного гектара. Там участок на площади примерно до двух гектаров проживало 437 человек. есть это знаете как я называл это жилыми строениями. Не дома. Это жилые строения. Потому что иногда это дом, где много пристроек. Иногда это что-то напоминающее гараж. но он использовал как жилое помещение. И это многие были самостроем без оформленных документов. Подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Подавляющее большинство. было только самостроем. Без канализации. Там ничего этого не было. Это деревянное строение начатое сразу после Великой Отечественной войны. А в 70-х годах люди знали это сами что они были по генплану эта земля должна была уйти к городу. Но она уйдет к городу только при условии когда с человеком будет договоренность и у него будет выкуп произведен. Это обязательное условие не обсуждается. Невзирая на то что у него нет документов по собственности. Нет принадлежности надо будет доказать. Надо будет доказать. То есть доказать надо будет каким образом нет документов? А принадлежность доказана если вам уже дали квартиру. Вы уже не судитесь за эту землю. Таким образом ваши 5 соток 3 сотки 1 сотка уже доказано что вы являетесь пострадавшим и таким образом город при определении генплана в августе месяце тогда начнет эту работу. То есть она такая по времени она непростая потому что может быть с каждым человеком это это одна часть социальная другая часть это зона рекреации мы планируем там создать спуск в сторону набережной новой части набережной реки Дон там у нас проект продолжения этой набережной есть ну и там то же самое как я сказал многоэтажного живья не будет это не обсуждается парк Зарядье зона отдыха у нас парк Зарядье мы только что сдали мы сдали рядом со стадионом новый парк построенный в городе Ростове впервые лет за 60 не было поза эти годы в Ростове вот сейчас построили парк 17 гектар земли я только что 12 вечера туда заезжал людей поздравлял с Днем России там 15 тысяч человек гуляли а людей не видно потому что новая набережная километр 200 громадное количество детских аттракционов 20 спортивных площадок начало процесса этот парк имеет хорошую перспективу по моим ощущениям он будет пальму перца забирать в существующей набережной на правом берегу какие-то естественные коммерческие рестораны ну еще немного уже есть но немного но дело в том что к этому парку только в парке тысяча тысяча стоянок для автомобиля одна тысяча а рядом стоянка для стадиона видите как бы туда приехали машину поставили и спокойно пришли в парк комфортно удобно и выехать если пойти на набережную то к сожалению там стоянок просто нет мы должны или пешочком пройти где-то там оставить машину или поставить машину вдоль набережной но это значит вместо двух полос будет полоса движения что-то Наталья еще хочет вспомнить успеть вспомнить прямую линию с президентом недавнего про беженцев вопрос вы там были Василий меня показали да вы беженцы из Ростовской области задавали вопрос президенту и в итоге это все как бы развернуло должно развернуть законодательную базу всей России потому что к беженцам уже нужно как-то отнестись вот какие решения законодательные вы предлагаете вы знаете ну первое там было две темы я бы сказал одна тема трудоустройства людей и это тема которую мы рассматриваем на региональном уровне я встретился с этими людьми на следующий день хотя в этот же день с ними работали это люди из разных городов там далеко не все из Батайска я бы сказал не из Батайска ну какая разница проблема у них есть вот ну все они были у меня на прием на встрече где они задавали каждый свой вопрос помимо тех которые задали президенту значит первое это трудоустройство второе это устройство детей в учебные заведения в детские сады мне показалось что некоторые из людей просто не знали своих прав и поэтому мы объяснили что вы право-то имеете и так далее и мы вот эти вопросы практически сразу сняли с ними уже работают конкретные что касается законодательства по возможности получения гражданства но это конечно решение федерального уровня надо понимать что оно же будет касаться всех не только украинцев конечно не только не только если принимать для жителей Донецка Луганска или Украина вообще на самом деле мы открыли мы решили одну задачу как вы помните 14 год у нас была такая особая нагрузка и 15 тоже надо считать когда колец безден одновременно размещенных в Ростовской области сравняло 68 тысяч был момент когда мы столько людей одновременно размещали тогда мы посуточно вели учет этих людей если они к нам обратились размещали в самые разные точки в течение первых первых двух лет мы больше 110 человек людей приняли к себе и они ушли работать в медицину по предъявлению соответствующих документов больше 100 человек в образование тоже там в некоторых случаях можно было пройти переподготовку с учетом российского законодательства я бывал у этих людей видел они работают трудятся и уже корни пустили здесь а многие из них имели отношение к Ростовской области потому что там все переплетено у нас было вот поэтому я вообще на самом деле поддерживаю то что вот этим людям нужно создать условия для может быть более оперативного решения вопроса у вас главный беженец Украины Янукович ну я так не могу сказать он иногда у нас бывал иногда бывал то есть он живет в Подмосковье я не знаю я знаю что он иногда бывал и наверное разочек другой там проводил пресс-конференции и так далее приковывал внимание города на короткое время ну конечно вот ну вот мы намерены чтобы не принадлежить в Европу чтобы всем не открыли двери как ну вы знаете мы намерены попробовать сформировать инициативы и это занимаются наши юристы областная дума сейчас включилась в эту работу управление наше юридическое миграционная служба начали взаимодействовать по поводу формирования наших предложений как можно было реализовать но что мы сделали до 2014 года Ростовская область не состояла в программе переселения соотечественных с 2014 года мы в этой программе уже в декабре мы первым людям предоставили документы сейчас наше например предложение увеличить квоту для Ростовской области для Ростовской области это было бы неплохо мы бы нашли место для людей я могу сказать что я видел людей которые приезжали в хорошем работоспособном возрасте 40 лет родителям дети уже взрослые или подрастающие это потенциально наша рабочая сила специалисты многие из них очень активно хотят работать и мы в этом их поддержим поэтому мы продолжаем просто работать и будем формировать наше видение этой проблемы с федеральными структурами конечно будем отрабатывать надеюсь что-то из этого получится спасибо но вот эта тема она вот несмотря на то что как бы эта проблема снята сегодня по потоку беженцев или там людей пересекающих границу она актуальна для нас сегодня у нас 600 километров границы поэтому пересечение через границу для нас это мы продолжаем с этим работать спасибо Василий Юрьевич первый заместитель генерального директора Марина Николаевна Мишункина пожалуйста вы когда переступили порог нашего здания сказали что читаете аргументы и факты и любите нашу газету а наши читатели люди активно путешествующие не секрет что последние годы развивается внутренний туризм да причем наши читатели люди любящие путешествовать больше 70% путешествуют активно и путешествуют внутри страны не помню кем был составлен рейтинг но по итогам прошлого года ростовская губерния заняла по-моему 31 место министерством культуры министерством культуры уступив только южным своим соседям да это ростовская область это Ставрополье да вот смотрите вы сегодня много говорили о развитии внутренней инфраструктуры да там Лешбердон развивается аэропорт стадион дороги какие у вас здоровые амбиции относительно повышения ростовской губернии в этом рейтинге куда народ звать во-первых сами приезжайте отпуска вы же тоже не знаете ростовскую область а вы зовите ну да с удовольствием уже зову вот смотрите казалось бы я знал ростовскую область потому что я в ней как-то родился и никогда не оторвался от нее больше чем 30 лет работая в Москве в Московской области но когда я туда приехал и другими глазами посмотрели я понял что я ее не знал потому что с какой стороны в нее не подъедешь везде есть красота история природа ну в общем все что можно себе представить если вы бываете на востоке вы можете попасть в единственной в Европе степной заповедник побывать на острове диких лошадей там живут вустанги с 1911 года там приехать туда в любое время года если еще в апреле в мае в сентябре когда второй раз цветет степь вы просто обалдеете от того что вы там бываете если приедете на север вы поведете в Шолоховские места и там что не и вот только что там был совсем недавно рабочая поездка посмотрел некоторые вещи которые там мы делаем и не только в Вершинском районе в Шолоховском точнее в Вершинской в Боковском районе там уезжать не хочется если приедете в Таганров вы обязательно пойдете к Чехову к Раневской если вы приедете будете мимо проезжать из Таганрога вы же заедете в музей Танайс две с половиной тысячи лет музей под открытым небом мы сейчас там создаем рядом с на Санбельских высотах и надеюсь с 75-летию сделаем крупный комплекс посвященный Мюсфронту для информации на Мюсфронте погибло в годы Великой Отечественной войны 830 тысяч человек с этим сравнимы Сталинград Курск и Ржев и Ржев ну говорят с Ржевом мы где-то спорим 800 никто же не досчитал до конца точно вот если вы приедете в Новочеркасску и с историей донского казачества приедете в Старо-Черкасск вы увидите старую столицу Дона сейчас там тоже создается туристический такой кластер и за последние года три мы туда вложили серьезные финансы он поменялся при этом задача сохранить компонент казачий точно совершенно Ростов имеет массу своих притяжений которые всегда интересны кстати в топ-10 попали и Ростов и Новочеркас и Таганрог рейтинги вещь хорошая нам сложно будет спорить с курортными городами с курортными территориями значит хоть у нас и есть кусочек моря в виде Таганрогского залива море немножко другое хотя хотя считаю что потенциально это можно сделать Таганрогский залив в районе Азова Таганрога когда-то такая идея есть мы как-то пытаемся к ней двигаться я например когда-то об этом сказал мы должны создать там детскую республику там теплое море впрочем люди едут в большом количестве в Таганрог я специально ходил по некоторым пляжам не всегда благоустроенным к сожалению приходилось на какие-то процессы влиять вопрос связанный с муниципалитетом Таганрога но есть хорошая динамика 9-й год 900 тысяч туристов значит прошлый год 1 миллион 200 тысяч туристов такая динамика и потенциально я считаю что мы можем вырасти в два раза относительно того что мы имели в 17-м году что для этого нам нужно сделать ну во-первых чемпионат немножко нам поможет в этом деле сегодня туристические гиды в виде справочников информации на нашем птихидон на портал птихидон птихидон сегодня если посмотреть туда вы там увидите достаточно обширную информацию что делают наши земляки которые работают в Москве однородом из Таганрога предложили это сделать сегодня там по 8 территориям достаточно конкретная информация на нескольких языках она дается ну плюс значительное количество продукции для туристов въезжающих в Россию сегодня появилось и это будет сегодня уже поддерживаться в том числе и после чемпионата вот Ира скажи пожалуйста тебе где нравится больше вот в каком месте Ростовской области тебе больше всего нравится это невозможно сказать там вот я хотел на этот вопрос такой ответ получить на самом деле Ростовская область в каждом месте имеет свою изюминку нужно просто довести туда действительно людей которые хотят это увидеть мы конечно попробуем сейчас это дело разогнать еще активнее посмотрим что из этого получится но я знаю что вот для экономического блока правительства области я поставил одну задачу для них приоритетом в работе является туризм вот эта задача была поставлена больше года назад с учетом подготовки к чемпионату конечно например я всегда задаю вопрос я заехал по Севера где я получил где я вижу информацию как мне поступить я еду 150 километров по Ростовской области что здесь интересно вы будете ехать сегодня в районе города Каменск есть там местечко старая станица находится она в 5 километрах вот вы не можете не должны не заехать обязаны заехать в локопарк например поинтересуйтесь посмотрите локопарк это как просто бизнесмен и успешно взял и построил локопарк там в субботу 10 тысяч человек никто никого туда не приглашает единственный недостаток который я еду там все бесплатно ну не ресторан конечно а вот просто зайти гулять я сказал ну по 100 рублей бери за бумажку которую потом будете убирать леса взрослых в конце концов и вот он но все остальное надо там видеть и вы увидите что там некоторые вещи вы таких парков не найдете или там допустим в самом Каменске там музей СССР прямо стоит у М4 остановились и у вас час времени минимум уйдет просто бегом пробежать и увидеть что такое СССР и многое-многое и там гостиница даже в СССР есть Василий Юрьевич вы так замечательно рассказываете о регионе вашем что мы сразу захотели все туда приехать вопросы закончить и билеты на самолет ну то есть по сравнению с другими городами тоже которых два часа лета то есть ну как-то в среднем дороже ну не два полтора я за 6 тысяч лет ну вот я сейчас посмотрел например на август там 12 тысяч средним то есть на сентябрь 10 тысяч без багажа ну то есть это которые самые дешевые билеты условно в Краснодар ну если вы хотите в Ростов если хотите в Ростовскую область вы спокойно доедете автомобилем иногда не без проблем по М4 но не без проблем по М4 но тем не менее ситуация там меняется и они все всем удовлетворяем так быстро там же по 10 часов стоят по 12 часов стоят нет ну давайте так ко всему надо относиться в динамике если бы туда поехали в 2010 году 121 километр было две полосы сейчас нет все четыре но количество работ ремонт либо работ по реконструкции к сожалению берегу вот мы сейчас договорились с Росавтодором что они прекратили после 10 числа ремонтную работу только ремонтно-восстановительные в связи с различного а вот каких-то таких планах остановились ситуация поменялась ну вот такие места бывают места где пересекают но у вас вот такие последний случай был буквально дней 12 назад мне сказали 7 километров пробка за двое суток с ней конечно справились что-то движение переправили объяснили людям что там будет проблема нужно немножко в объезд поехать и так далее но тем не менее это конечно возникает а поэтому нам не обойтись например без одного из проектов который мы начали реализовывать начиная с этого года обход Оксая это новый абсолютно кусочек дневной 60 километров примерно от Новочеркасска то есть вот там где находится Платов новая эстакада которая пойдет в обход Оксая 35 километров в новой дороге и остальное по существу существующих кусочков собой 1991 километр это как раз уже в сторону Краснодарского края сюда за городом Ростов это будет новая дорога мне кажется будет одна из самых первых автобан будет в России реальный автобан по немецкому проекту построен он дорогой дорогой проект его стоимость будет не меньше 70 миллиардов это дорогой потому что там 20% искусственных сооружений два моста один из которых через дот километр 905 метров и второй через реку Оксай короче тогда по плану я думаю сейчас работы начались разыграны 4,8 миллиарда начались подготовительные работы переносы коммуникаций и так далее я думаю что 23 год но мне кажется что его надо ускорять и я с этим обратился к представителям правительства потому что в прошлом году мы дважды зафиксировали пробок не пробок а пассажир поток машин через Оксайский мост 115 тысяч автомобилей в сутки как вы понимаете с пуском Крымского моста привлекательность дороги будет возрастать но вот поэтому вот этот обход это просто я считаю что вот этот год покажет увидим что произойдет еще пока но мне кажется что пиковые нагрузки которые начинаются там уже рекорд за рекордом ставится да 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 и вот и вот эта часть для нас она знаете бутылочная горлышко оно конечно при том что 4 полосы вместо 2 которые когда-то были это одна сторона другая это обход от Кольца вокруг Ростова тоже примерно до 5-летки нужно брать это возможность транспорта не заезжая в Ростов его объехать это вот как раз северный вот это тоже вот одна из двух задач дорожной галлумерации в большей Ростов спасибо спасибо Василий Юрьевич мы не можем нас больше задерживать еще наше руководство хочет с вами чай есть еще вопросы вопросы затронули вопрос урожая а все таки Ростовская область жительства страны кто выиграет кто выиграет красота ниже ГОСТов у нас классное такое соревнование какие вообще прогнозы на урожай этого года и кто знаете у нас очень жарко сейчас у меня беспокойство начинает появляться вот до до 20 мая я считал что мы выйдем ну гарантированно не меньше 11 миллионов тонн сегодня я говорю о 9 почему после 20 мая не было дождей это уже месяц сейчас период созревания и еще сейчас не поздно потому что вот как раз вот эти две недельки до конца месяца значит это бы нам очень помогло хотя вот специалисты говорят уже немножко так с осторожностью про 9 миллионов тонн ну или от 9 миллионов тонн для Ростовской области 9 миллионов это тоже рекорд вот до 2010 за все годы предыдущие только дважды 9 миллионов тонн Ростовского собирала в 73-м 9,330 и 9,690 а потом были все время ниже в прошлом году у нас был абсолютный рекорд 13,4 значит ну и два года подряд мы по ранним зерновым первые в России по совокупности по всем Краснодар нас обходит почему у нас 200 тысяч гектар кукурузы у них 600 у нас 16 тысяч гектар риса у них 100 тысяч гектар риса но для понимания ранние зерновые это 90% рожа и при этом из-за пшеницы дальше добавляется кукуруза рис там еще что-то а поэтому 13 мы наверное в этом году не соберем соберем 9 будет очень неплохо это хороший урожай и традиционно при таком урожае и мне говорят у сибиряков может быть неплохой в этом году урожай в прошлом году у них проблемки были и на Урале и у сибиряков поэтому мы к этому придем все готовы у нас самое главное мне кажется в другом у нас сегодня нет ни одного квадратного метра который не используется и это очень принципиальная задача которую мы за последние годы смогли решить и еще в 10 году в некоторых хозяйствах до 30% земли использовалось под паш ну пассивных площадей использовалось под подсолнечник это катастрофичная ситуация после подсолнечника 2 года ничего на нем не растет подсолнечника самое он все высасывает от земли 2 года земля должна быть под парами сейчас мы четко отработали научно обоснованные нормы земледелия наши ученые потрудились институты активно включились и они там больше всего встревожились потому что и сейчас проблема истощения земли очевидно существует поэтому начиная с прошлого года отрасль животноводства стала приоритет отраслью опережающего развития в агропромышленном комплексе Ростовской области и задача состоит в том чтобы сегодня активно добавлять обороты по созданию животноводческих комплексов это возможность сохранить землю мы этим занимаемся тогда не понимаете почему сложно идет ну к сожалению рентабельность растеневодства заметно выше а рентабельность животноводства ниже но мы можем сегодня праздновать а завтра земля будет просто никакая поэтому для нас сейчас эта тема существует мы занимаемся у нас прекрасно развивается птицеводство здесь у нас нет проблем вы знаете что у нас активно развивается производство индюшатины мы сегодня по итогам года наверное произведем где-то 68 тысяч тонн компания Евродон Дон Стар это производство утки в Миллеровском районе там 26 тысяч тонн утки мы делаем а задача состоит в том чтобы удвоить производство индюшки потому что рынок пока не закрыт и не только в России как раз сейчас активно Китай активно Восток значит мы сегодня знаем не так давно принимал посла Бахрейна которые заинтересовали Стопси и этим нам это интересно именно производство мяса птицы вот и ну в общем село как и промышленность является сегодня такими локомотивами экономики Ростовской области мы в хорошей динамике в том числе и по промышленности кстати по итогам четырех месяцев 28 процентов рост промышленности у нас по итогам прошлого года был 7,4 по итогам позапрошлого 12 по итогам 15 54 процента рост и промышленность сельское хозяйство эти годы добавляют при этом в прошлом году и позапрошлем году давали двухзначный рост то есть от 12 до 16 процентов вот такие дела так что спасибо Василий Юрьевич вопрос задавала я не успела представить Дарья Андреевна Буравчикова заместитель главного редактора наша красавица Дашенька Василий Юрьевич вы знаете по-моему вам не то что удалось заинтересовать Ариапак издательского дома аргументы и факты но еще и пригласить к себе в гости мы непременно воспользуемся и приедем спасибо вам большое это большая честь будет для нас спасибо вам большое за то что вы нашли время еще раз поздравляем вас с вашим днем 14 июня и пожелаем развития и процветания вашему региону Ростову соглашусь со всем кроме слова процветания не нравится слово что такое процветание процветание это значит ну когда уведает когда цели отсутствуют когда цели отсутствуют я предлагаю я всегда говорю динамичного развития потому что процветание оно как дико кто назовет где граница процветания не в предел священства я люблю слово динамичного развития и это кажется так может соответствовать реальной картине так далее ну пожалуйста а потом уже процветание Пусть будет это личное развитие, мы не возражаем и желаем, пожалуйста, с удовольствием. Я на самом деле еще раз подтверждаю, что я с удовольствием всегда аргументы и факты держу в руках. С удовольствием. Мне больше всего нравится то, что вы очень конкретно издали. Вот это мне очень нравится, я всегда вижу вопрос, ответ, информация, поведенная четко. То есть, прочитал страничку, понимаешь, в чем есть результат и так далее. И вот это изложение фактов, соответствующих действительности и зачастую не оставляющих вопросов, мне кажется, это очень хорошее качество. Нам в этом году 40, как издательскому дому, а ростовскому офису 25. 40 мы не отмечаем, мы работаем, да. Директору нашему ростовскому 70. В ростовской области было 80 в прошлом году, 80 лет. Как вы знаете, что в 1937 году она появилась, 13 сентября. До этого был Азово-Черноморский край, и потом мы разделились с краснодарцами. А до этого было Всевеликое войско-Донское. Если праздновать будем 25-летие, придете? Поздравляю. В Ростове, да? В Ростове, в Ростове. Приду. Ирина, да. Спасибо. Если буду в Ростове, непременно буду. Так что, я думаю, что это несложная проблема. Спасибо. Я думаю, что мы будем теперь дружить. Да, договорились. Спасибо. Спасибо большое, что были у нас. Спасибо. Спасибо.